Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok В каком-то колене, вот в этом месте, тут четыре, тут четыре, тут четыре, так, сотни, а вот пятёрка там повторяется тоже. А другие цифры почти не используются, то есть тоже какое-то, вот оно непростое, как бы, кто-то кому-то нравится четвёрки и пятёрки в основном, другие цифры по одному, по два, то есть что-то там, что-то не так. И согласуется с тем, что шестьсот Олег, но шестьсот семей, это, оказывается, что? Разве стоит писать какую-то толстевую книжку из-за каких-то шестьсот семей? А во что индивид вообще одна семья, получается? Ну, один род, как бы, община, хотя там уже было, у него уже и правил, и великий вариант. Так вот, конечно, людям, уже когда семнадцатый, восемнадцатый, им это шестьсот стало казаться уж очень, конечно, мало. Да, мама. Ну, что, как это так? Вот. И, как это ... понимаете, вам было бы интересно, если бы я про чудеса рассказывал, наверное, вот наверное, вот cual outfits, как сказать... Да. Ну, там, как эту партию назвать, им бы, наверное, тоже было бы интересно, если бы рассказывать тут о чудесах, наверное, все бы, вот, а когда я рассказываю о... то есть находёте чудесу, вот, это неинтересно. Кто Деда Мороза верит? Нет. А потом что произошло? Ваша вера подросла, вы стали верить более сложные вещи, понимаете? А я на сих пор верю в Деда Мороза. Я на сих пор верю в Деда Мороза. Мне надо подготовить реакцию про Деда Мороза. Мы верим в Деда Мороза. Мы верим в Деда Мороза. А что такое вообще вера? Мы верим когда? Когда мы знаем. Это вера не совершенство наше. Мы не можем все знать. Получается, тут мы разучили Библию. От этого вера не сядет. Она просто будет в чем-то другом. А вот в чем было, кстати, чудо, что они, когда убегали от фараона, он за ними погоди послал. В чем было так чудо? Для евреев. Да, мы думали, что они к морю пошли. Там была верная гибель. Они на море уперлись. Волны, все, ветер. И вот ветер был жгучий. Всю ночь вновь жгучий ветер. Жгучий ветер. Жгучий ветер. Жарко летом. Невероятно. Даже если она посыпает ветер, он не зушит. Когда боков у меня. Когда большая уважность, когда холодно. Когда уже много меньше нуля, то осадки уже выпадут. И уже не будут. То есть не будут тепло забирать от ветер холодного. Потому что он сухой. Он разреженный. А когда богат, то он получается больше молекул в этом ветре. И он может больше переносить тепла. Больше как бабушек. Всю ночь вновь жгучий ветер. Море заверзло. Они прошли по морю. Мы выяснили, что это было всего 600 семей. Скот они оставили в пустыне, когда убегали до моря. А почему черные, я сказал, а не черные? Вот Красное море в самое узкое место 20 километров. А ведь они видели Египте на том конце, когда перешли в море. На том берегу моря. Как они могли 20 километров видеть? Военные справочники дают один километр. Можно различить человека, мужчина, женщина и ребенок. И 5 километров вообще еще можно что-то у них максимум. Вот. Почему все-таки не черное, а черное море? А вот волхвы, кто знает, что волхвы там есть? Волхвы. 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 Оказывается, что волхвы, там была и женщина. Сейчас представлены в виде трех мужчин. А почему волхвы? Волхвы, они пастухи или царики? Пастухи, пастухи. Волхвы. Они же есть царик на нас, или там что-то и царик приходить. Волхвы. Волхвы. На самом деле, заходы не всусловно. То, что царь, он пастырь своего народа. Поэтому их представляют и пастухами, и царями. Откуда? С мир на золото. Откуда пастухов золото вообще. Представляете? Угу. Ну да. И потом они такие важные, по сути, пришли, рискали царю, и царь сказал, пойдите туда-сюда, и царь с ними разговаривал, да, давай. Они пришли первые и сказали, где у вас царь, ну, звезда его, где у вас нет. Оказывается, одна из них была женщина, звали Эльберхио, был еще Гаспар, или Гаспар, и был пасад, что, скорее всего, в конце пасад-сарь. Так вот, эту женщину сначала изображали просто женщиной. Сохранилось много изображений, всяких, витражей, фрисов, росписей. Сначала это была обычная красивая женщина, белая красивая женщина, белокожая. Потом ее почему-то стали изображать негритятами. То есть, вот, вроде читаем, рукописи, в которых... Может быть, раньше, кстати, Европа была наполовину славянской. Вы знаете, что Германия, нынешняя Германия, там славяне жили, особенно северной Германии. Вот, раньше, вот, считается, что итрунские, это русские, вот, итальяне жили еще до латинян. И во время латинян, до, примерно, 5. Вот, то есть, раньше были славяне более, чем сейчас в Европе. И вот, если в те времена, когда это были славянские выпуски, они переходили в древние выпуски, переходили к другим дорогам, они читали, что женщина, что этот гол, женщина была велика чернуна. Вот, они могли понять, что черна. Что она была очень черна. И стали изображать ее в виде негритятами. А потом, вообще, мужчины. То есть, ну, как это женщина, как она могла участвовать в таких делах. Скорее всего, это был мужчина. То есть, постоянно, история не одна. Да, корректируется под всяким углом. Оказывается, с черным морем тоже. Это просто на старых картах есть. И вот, около Америки там были еще черное море и черное море. И вот, часть океана, на древних картах была названа, на наших картах, на русских. Вот. Это черное-черное, но путалось было. Переходило друг в друга. Вот. Вот, израильские археологи, израильские ученики, Паша Зильбетман, они написали книжку «Раскопанная Библия». Это ученые, ведущие в Израиле. Почему? Потому что они, опять, преподают в университете государственном, старичном в Израиле. Они ведут сами раскопки. Они вот и тоже, ну, есть все данные предыдущих раскопок, которые были за них. И утверждают, что те события, которые описаны в Библии, у них там, нигде, ни в Египте, ни в Египте, ни в Палестине, ни в Сенастинском острове не происходило. То есть там не точно будет 3-4 миллиона или даже 600 семей, да? Они не могут идти ни черепа в этой Сенастинске успели. Они говорят так, скорее всего, что она такая раздутая, как были эпосы. Просто, как бы, не знаю, у вас же есть эпос про бактерей. Бактерей может не будет, просто придумают. Вот, ну, Библия, дело в том, что она такая вот огромная, какая-то такая уж сильная последовательная, и такая, что бы дошла до наших времен, вот. Значит, его безогрежь, наверное, не бывает, так? Знаете, когда людям не интересно, у меня есть вся кайфа тоже, вернее. Не, ну, убери ничего. Я уже как-то, как штангист. Понимаю, но думаю. Ну, а у всех бывают этих монтаж. Интересно, да. Они давали им почетник профессора Зрая по истории. Он издал две книги. Кто и как придумал еврейский народ, и кто и как придумал государство Израиль. Может, только, знаешь, государство Израиль, они сначала хотели в Африке получить. Им никто не давал в Европе. Знаете? А почему возникло государство Израиль? Как на Гитлер, когда были по гробам в Украине, евреев кромили. То есть, просто, вот, люди были незаконно. Можно было зайти в Африке, никто законять ничего, а можно было отнять ничего. Дом отнять, скот отнять, выдать на улицу. Это делали. Делали в фашистской Германии. Миллион евреев бежают в Англию, бежают в Западную Европу, бежают в США. Так вот, США закрыла свою страну. Англия закрыла свою страну. И они решили, давайте мы евреям, на тебе кожа, что нам не кожа, где-то в другом месте дадим. Но беженцев у себя не примем. Как Крым не принимает беженцев? Потому что это, все-таки, не для беженцев территория, а для отдыхающих. Правильно? Тут беженцев, так сказать, у нас есть, но не масса. Вот они закрыли для беженцев. И, благодаря этому, возникла беженцевая страна. Бедные арабы, они не ожидали, что это так будет. Полупустынь. Хотя Палестина, по Библии, понятно, что страна у нас текущая, молоком уберут, да? Нынешняя Палестина, если кто-то там видит, это такая полипустынная местность. Там земля, земля, это, например, около 18 км от земного моря. Там даже озеро, и море, кровь. Вот. Там осадков очень мало. Они ходят за пресеклистанцией, не с речек даже, а вот вдоль моря, у них по пресеклистанцией берут воду оттуда. Это не написано. А вот эти арабы говорят, что там, где библии описаны, царство, там, где они их сейчас разместили, там раньше люди вообще не были в те времена. Какие же там были царства? Там просто чистое впустынение, никаких остатков вообще нет. А где же это было? Где же все это было? Наши ученые говорят, что возможно было ближе сюда, и даже часть событий происходила в рыбе. Разве здесь интересно? Ну, давайте, пока за минуту не пройдемся, вот в качестве разучебнения. Дым. Гиптяне были внезапно окутаны плотно непроекциальным углом. Это Хлавия пишет. Но он в Библию такому литературу при ней заложил. И должны были без помощи люди умирать, и постоянно бояться вдохнуть. А в английской версии, что ты, дядя Дым, ты такая плотная, чтобы устроить. А в строке мы осуществим дым по всей Земле. Гиптянской, три дня. Вот представь, где у нас солнце не бывает? Кто-нибудь затмение какое-нибудь солнечное пережил? Да. А было несколько минут, да? Две-три минуты. Ну, максимум-то, не знаю, две минуты, наверное, полное солнце. И долго. Кто-то холод почувствовал? Нет. Такую прохладу от тени от этой. Прохладу. Да. И движение воздуха, и такие волны на Земле от тени. То есть воздух сразу как-то зарядило там, и ветер такой поднялся. Небольшой. Вот. Вот представь, это всего две минуты. А если солнце на три дня закрыть? А вот там, где нет солнца, вот, в этом северный полюс, да, какая-то температура? Минус шестьдесят, минус тридцать. Да? А солнца мало. Очень мало. На горизонт зодиация почти не доходит. Вот. Вот в морозинку поставить стакар воды на два, две минуты. Она охладится там на полградуса. Она один это вот. Как при затмении. А если на три дня? А, не лягко летится. Да. И при том, что в морозинке минус восемнадцать, а не минус восемнадцать, как вот на северном полюсе, если бы не было совершенно ненавидно солнца. То есть вы представляете, какое похладание могло случиться за три дня, если не видели люди друг друга. Если, а почему я не понимаю, соживая, а соживая, и они не боялись задыхались и умирали. Там дальше написано пепел. То есть не просто вот дым, явный дым. Дым по всей земле. В новых библиях ты слово убрано. Уже не ты. В новых библиях уже пишут, что это просто тьма. Вот. флот. Здравы. Да. Что интересно, интересно? Да вы же драйф, наркоман. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Вот. Почему кваши? Почему кваши на телегушке болезли? Если холодно в квашу залезет, что нужно делать в квашу? Для чего тепло нужно квашить? Кваши, когда тесто квасят. Для чего тепло нужно квашить? Чтобы оно взошло, поднялось, оно не взойдет без тепла. Оно может стоять часами и не взойти в холод. Не важно. Бомбары. Ягушка болезет, замороз, бомбар болезет. И потом на спиртнела земля собирали все это. Если заморозить корешки, корешки, водки, все, если они разовернут, то потом, возможно, если будет потепление, то все это пропадет, но не будет храниться. Опять же понятно, что ягурки. Вот. Те же самые скинипы по-ладимски превратились в мошки на землях. Путь превратилась в мошки в скинипы. Понятно, что если это будет какой-то осадок такой, если по-ладимски это снова разложить опять на основу, это получится расстравляющий осадок. То есть тот осадок, который нужно расстравливать, ступни у животных будут лапни расстравливать. Что у нас еще в казне? Вот. Пески и мухи. Кто в английском силен? Пески и мухи. Плайс. Как глуха в английском? Плайс. Так вот, плайс написано. Крог, крогота плайс, крогота плайс. А плавит, если что, собрались, собрались, собрались столько много животных, диких, что люди не могли выйти в полях, чтобы прорабатывать в полях и просто живот на них нападают. Ну, знаете, что собаки могут даже собраться вставить, там, пять-семь собак, и нападать на людей, да? Так вот, если это не какие-то переснимуты, да, а что, если это было такое резкое похолодание, был мороз, то, наверное, живем всегда веке, живем на большой реке. Если это была большая река, то большую реку не сказано, что это реки. И даже вот, я помню, по Кульковской битве рассказывал, по Кульковской битве, там даже Москва, она как раз, вот, недалеко от Кремля развивается, я просто, там был Крымский флот раньше, вот Москва тоже был когда-то проном, а сейчас на дне моря находят поселение, то есть, когда-то у него, ну, ниже. То есть, возможно, на этой реке были проны, и животные отбивались, они не могли, то есть река большая, они опасались переплывать. Они искали брук, они знали, что есть животные, где брук, потому что волки, они знают по 300 километров, на 500 километров практически, что находятся, когда они грибы. А вот птицы тоже, они на большие расстояния, вы понимаете, компас, вы знаете, есть. То есть животные, они, не брукотиты, кстати, они будут искать, где проще, где брук, брук. И вот они взбивались туда, естественно, если это и безобидные животные взбивались, то за ними и хищники влязывались и так далее. Вот. И это превратили все в каких-то загадочных песних рук. Вот это сочетание уже в Библиях на других языках. То есть этих кровок перевели как лягушек, хотя лягушек, это в жаб, кстати, не в лягушек, в словаре, в библии, в жабы. Но жабы, они как-то живут. Они земноводные, это лягушки в лягушке. Ну, гибит первородного в земле. В Библиях современных написано, что погибли в первенстве, так? Кстати, насчет первенства тоже интересно. Кто математик был? Кто? Кто математик был? Ага, еще я. Я сголовая. Смотрите, насчет первенства, так? Я сголовая. Ну, сначала проказано. Погибло все первородное в земле какое-то, понимаете? И то, что сидит в земле, и то, что над землей, и то, что собрано. Погибло. То есть первородное, то, что там было, оно будет, а что? Вот еще раз, понимай, понимай. Вы слышите, что в старой Библии, что в Гургане, там, в старой немецкой Библии, 500 лет недавно написано, что погибло все, что сидит в земле. Погибло то, что повышается над землей. И погибло то, что собрано в хранилище, какие-то там погреба. О чем речь? А в марте, ну, трех лет, в марте, и потом еще, кстати, это не было. Вот так вот, о чем речь? Ну, еще раз повторяю, погибло то, что сидит в земле. Погибло то, что над землей, погибло то, что собрано в хранилище. То, где-то, о чем речь? Может, о земле. А что в земле сидит? Ну, в гормоне. Вот эту фразу, вот в последующей книге, превратили то, что погиб, первородная земли погибла. Земли. Это можно понять, опять же, в переносном значении, что погибли первенцы у людей. Так что погибли первенцы, как это было одновременно, все первенцы погибли? Что? Какая-то болезнь, специальность для первенцев, да? Нет? Вот эта фраза простая, вот в старой гибели, очень простая, то, что сидит в земле, то, что в крышке, то, что возмущается на земле, видишь, и то, что собрано в погребах, да? Погибло, опять же, в управляющих. Погибло полезли почему-то эти лягушки, потом этого смерделов, все это собирая, но слунули. Все время речь идет об одном, о том же, об одном и том же. И причина какая? Трехдневная дьма. Откуда она взялась, этот трехдневный дьма? Оказывается, в 1815 году не так давно был, был год без лета. Новая армия была, но кто знает, что это? Новая армия. Эти канады. Эти канады. Эти канады, где-то. А переселивцы были первые. Летом были без куча мороза, и в Европе тоже было неурожайно. Но в Европе немножко смягчило, потому что в Европе есть гэвстрим. Он переносит тепло с квадрата. А там гэвстрим он не везде, поэтому там... Где вот вообще холода больше всего? Холода ближе к... Вот континент, да? В центре континента или по краям? По краям, да. Почему ты в центре? Ну, по краям, нет такого... Вот где-нибудь кто-нибудь отсюда уезжал, куда-нибудь живет, на какие-нибудь, бабушку или куда-то еще куда-то... На континент это вот подальше от моря, называется континент. В центре. В центре. Нет, так, где-то там тоже. Вот куда-нибудь, где на море нету, 100-200 метров. Канады, 200 метров. Я уже живу. Вот ночь наступает, как? Чувствуешь холод? Да. Откуда приезжаешь ночью, наступает паспорт, без тепла у спали, так? Почему? Нет. Вода, очень хороший аккумулятор тепла, очень хороший грил. Грил, вы что заверёте? Вода. Вода. Потому что вода, аккумулятор, потому что она очень много тепла вмещает. Вот это море, оно насыщается теплом, берет солнце, и потом отдает ему по ночам. Какого? Так же и зимы, там, где рядом с морем, море, оно же в море перемешивается, оно же снюга, маска, не только по воздуху, но еще по морю переходят большие, большой объем тепла по морю, да, почему у нас в Курсе, да, идет тепло. То есть, холод больше всего там, где центр континента, потому что там нет воды, которым запасла тепло и отдавала воду пока тепло. А кто знает, откуда вообще болгары появились? В Болгарии. Откуда они? Куда? В Зелизии. Оказывается, они переселились с Волги. В Болгарии. Целиком весь народ переселился с Волги. А венг, а кто знает, где он переселился? В Курсе, они переселились с Уралом. Это вообще-то были очень известные копипаты исторические. А чего бы это целые народы, чтобы заставить целые народы? Кто-то соседей, кто-то обидел, да? А вот, ну ладно. Не, ну а что, они раньше били? Значит, что-то случилось? Так вот, почему в 1515 году взорвался гликант набора в Денисинском гипеване? И вот эти маски, тепло, они поднялись в атмосферу и землю окутали. Но это не была тьма, это было, чтобы такое легенькое. Хотя это было, ну, взрывы, может быть, не всех атомных, но, наверное, почти всех. Вот был такой эффект. И сейчас будет атомная война, будет такой же эффект. То есть, может быть, запасаться чем голубоком, там всякой круглой, чтобы потом на ней, как сказать, долго, несколько лет сидеть. Потому что хорошо, чтобы больше воздух не пролежет. В 1815 году, не так давно, однако люди уже забыли. И в Крыму в 1427 году тоже погибли все посевы. Тут же что-то было с погодой. Но сколько я думаю, не свяжу, может быть, была она маленькая такая. Вот в 1257 году зарубился вулкан Самоглас, которое было самое большое изведение на последние, ну, около 10 тысяч лет. То есть после оледенения, отступления оледенения. Оно было гораздо больше, чем вулкан Тобара в 1815 году. Можно себе представить, где-то влепить. Так вот, ученые предполагают, что это как раз и могли быть, мог быть источником вот этих казней Непетских. И, кстати, вот Бог их как еще вел? Столбом, да? Огненным ночью и облачным днем, да? Вулканы, ну, вот если где-то пожар, в ночь далеко ли не пожар? Кроме того, в 20-30 не видно, да? Если кто-то был, там же не пожар. Потому что, когда абсолютно темно ночью, да? Тут даже небольшой свет, его видно далеко. А если это вулкан, если эта лава извергается на несколько десятков километров, то как далеко и у нее нам встречается эта раскаленная марма, которая сияет, но все это марма, она горит. А вот, кстати, почему у Моисея Лексона, ну, это, Лексона, ну, как пишет Лексона, а вообще его рисуют на картиках кто-то видит с рогами, да? Орагомело. Что там, ну, там Орагомело? Если он был на вулкане, Моисей смотрел, как вулкан извергается, а в Библии написано, я говорю, господин, внутри земли, в центре земли. Я говорю, сколько в центре земли? Вот. То понятно, что, если кто-то может, ну, около кастрова долго сидеть, да, то кожа высыхает. А если это лава, там вообще жар, очень большой, на вулкане, там кожа может орагометь. То есть, затвердеть. А Ораг, выглядит как-то и видишь, что это, как бы, рога, ну, такие. Вот еще такой насчет рогов. Кто знает, что такое рогатина, с которой ходят на медведя? Как она? Какая рогатина, с которой ходят на медведя? Как это кто-нибудь? Палка, которая вот так вот. Которая вот так вот, да? Даже шею должна быть. Ага. О-о-о-о. Вот так. То есть, это какого-то надо такого медведя найти, чтобы муж с ней сжать палкой? Наверное, ну, такого. Даже такой медведь, а он сильный. То есть, медведь, это животное дикое. То есть, это же вот такой медведь, он, наверное, палку загряжет, сломает еще и... А представьте, медведь, настоящий большой медведь. Вы на него пойдете с этой палкой. Скажите, пожалуйста, потерпите, я вас тут чуть-чуть прижму, потом убьют, да? И он будет это... Он одной лапой и другой палкой. Палка вообще для него щепка. Палка, любая палка. А вы для него это студент просто. И он ему свободит позвоночник. Так вот, что такое рогат? Рогатина походничает. Все привыкли рогатка. Рогатка, дворога, все такое, два, да? Опять картинки видим. Вот картинки играют большое, ничего не на людей. Что видят, то и верят. Все. Почему, кстати, в старых религиях вот запрещали картинки? Люди очень легко на картинки реагируют. Им потом трудно, правда, сказать. Рогатина — это копье. У меня двоевый медведь, охотник, сзади Витки в такие работают. Он мне показывает настоящую рогатину. Рогатина — копье. Она, в принципе-то, держится на крайний случай. То есть никто специально к медведям не лезет. Это мало шансов остаться в живых. Да вот, если вдруг все-таки медведь нападает, и нету... Ну, мало ли. Вдруг медведю показалось, что мы обидели его детей, медведицы или еще что-то. Она решила вдруг вас обнать. Она говорит, что вы сами на вас догонят в тайге. У нас медведи никуда не бегают. Очень быстро бегают, очень закулазят. Ну, может быть, на самых тонких ветках еще и можно как-то там поперекликивать. Так вот, охотник делает вид, что он беззащитен. Он все подбрасывает, что там по голове угладили, что медведя. И прячет эту королу небольшую рогатину со спин, что у него ничего нет. И как бы даже отступает. И медведи кидаются на него, и медведи, они бывают вот так вот на двух лапах, ставят в нем в дальних ногах и передними бьют. И вот в этот момент нужно просто поставить подберечь землю, подавши назад и попытаться все добавить в грудь, в сердце или в шею. И медведь сам на нем надавлю своим весом, если себя убивает. Это идики, смешантные орудия. Вот это рогатина. Так, значит, Черное море. Еврейские, вот, кстати, опять, что такое еврей? Кто-нибудь есть тут еврей? Ну, хоть кто-нибудь есть? Вы что, это поспешите? Ну, у меня в этом про программ какая-то бабушка еврейская. Друзья, дело в том, что евреи как единая нация она в своей существует. Генетически сейчас проводят исследования. А евреи есть, не знаю, как вы читаете. Евреи есть арабы. Евреи есть восточноевропейские, замовоевропейские, ашпенадисы, патриотики есть. И евреи есть в такой разный, что сейчас мы знаем, просто голову ломают, того считать евреем. И был даже момент, когда у них была война с арабами, когда там будут военачальники, какие-нибудь люди, давайте будем принимать евреи всех, кто захочет, все. Понимаете, кто такие евреи? Хотя, конечно, есть этносы, которые считают себя еврейным очень давно, суть еврейным. Их это не одни мишенья, они ходят, считают, и одни будут себя считать еврейным. Так вот, вот как государство, государство Израиля, оно искусственное, то есть его создали. Его создали другие государства. Они собрались, его и создали этих евреев, куда отправили жить. Потому что они не могли принять миллионы, где жили. А это то, что такие евреи, приблизительно, но такие евреи до сих пор никто не знает. А где перешли, почему Крым? Вот смотрите, черное море, черное море, да, я вам рассказал, что могли, могли специально, как бы, чуть-чуть написать. Я уже в примере рассказал, что это для них, у нас, для него. Дальше у них такой стан, у них потом стан, у них там колодцы есть, вот смотрите, здесь это дом, теоретические пролитки, они здесь могли увидеть этих девчонок, на том берегу моря. Тут у нас ширина, ширина какая, даже меньше. Ну, 3,800, даже меньше было раньше, раньше было даже 2,5 какое-то время, а могу быть, даже еще меньше. То есть, когда море было меньше, да, они, в принципе, что сюда пошли, они, можно думать, даже утром прилетели, но вода-то холодная, вот эта версия, об этой версии говорили. Вот, то есть, они могли, горе в городе замерзать, а тут и замерзали. Если тут такая версия, то тут, толча, победи большая, за горку, а это вот, здесь не было, по-моему, да, аж без снега. Вот, дальше, они могли идти на другой берегу, с небольшим расстоянием. Дальше у них там, колодцы какие-то, 3,7 колодец, в Пенинг. Потом у них там, Доська, кто скажет, что это может быть? Доська, 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 кто и Доська, более такого, простовородного, что это, может быть? Доська, по-моему, не напоминает название, никакого слова, нас, но он, Теодосия, не напоминает? Девы, это божественный, Доська, божественный, так. Следующий стал лучше по Библии. Какую порогу? Мне на какой город не похоже? Ну, Феодосия. Дуська, если это Дуська. Дальше он по Библии. А лучше? Ну, ты как придыхатель. Знаете, что ты? Ну, может быть, придыхатель. Дальше они воюют по Маликам за казну. И они остаются здесь, остаются зимовать в теплее. Раньше за пар в Крыму спасали, при сильных зимах спасали свой скот. Вот из этой золотой воды. И гоняли скот с волнами сюда. То есть, когда были жестокие зимы в Крыму, на яйца поражаются в теплее. Это только чем в те места. Рядом море. А вот Акуры, они защищают от холодных розовых, которые у нас в континенте. Дальше, у них, ну, дальше, к Палестину, евреи, совершали гудосты состава такого еврога-даброза. Или гудосты, похоти и болотисты. Что можно перевести, как, а мы много копать. Ничего нет. Мы много копать. Мы очень много копали. Там древности, кстати, древние остались. Как ты сказал? Я. Где тут очень, очень много копали. Мы очень много копали в древности. Очень-очень много. По объему больше, как я не мешался бы. Перепод. Перепод. Никто не знает. Перепод. Перепод. Что это? Просто слово? Или большой-большой грудный короб? Двина 10 метров. Двина 10 метров. Двина 10. Сейчас задайте нас на вопрос. Нет. Я говорю, что перед ним никто не знает. Нет. Нет. Это чудо, что нет вообще-то, если так вот по объему. И никто не знает, кто вам не попал до сих пор. Так вот, если до сих пор сохранились старые Палкаты, где вот эта вот северная Причернаноя в сторону Палкана названа Нижней Моисеей. А куда ближе к Палкану, в Толкаре, Герния Моисея. Вот это как раз тут будет.